Этнический тип, характерный только для, скажем, русского населения, для России. В принципе, это идеально типическая конструкция, которую нужно рассматривать в ряду таких, как человек экономический, человек политический, человек религиозный и прочее. То есть, этот тип характерен для всех тоталитарных и посттоталитарных режимов в той или иной степени. Тут важно рассматривать именно интенсивность выражения этого типа и стоит ли он в центре социальной системы или постепенно отодвигается на ее периферии. Потому что исследование, скажем, наших коллег в Польше, скажем, профессора Ежемачкова, польского социолога, который сейчас преподает и живет в Германии, он показывал в 90-е и в начале 2000-х годов точно такие же явления в Польше и в Восточной Германии. Это тот же самый тип, ностальгирующий по социализму и, соответственно, привыкший к определенному типу социального режима. Что объясняет и консерватизм, и фрустрацию этого типа, и все напряжения, связанные с неравномерностью развития разных регионов Германии, скажем, и Польши тоже. Остаточные, скажем, консервативные тенденции в Польше, они тоже могут быть в какой-то степени объясняются сохранением этого типа. Модификацией или сохранением этого типа. Ну а теперь давайте перейдем к актуальной ситуации в России. Ну, новейшие события, которые произошли в этом году, это, конечно, два таких комплекса проблем. Это пандемия, это резкое изменение образа жизни, занятости, падение доходов населения, с одной стороны. А с другой стороны, это принудительное голосование за изменение Конституции. Это центральное событие, которое недавно произошло. Если кремлевские политики говорят о полном триумфе по голосованию, якобы 78% проголосовали за внесение этих изменений в Российскую Конституцию, то юристы, университетские профессора, прежде всего специалисты по конституционному праву, говорят о полном разрушении архитектуры Конституции и удалении оттуда остатков правового государства и демократии из Конституции 93-го года. Которая тоже, в общем, нельзя сказать, что она в полной мере гарантировала функционирование или существование правового государства. Там были очень сильные перекосы в сторону авторитаризма президента. Но так или иначе, произошло это голосование, мы немножко ниже будем об этом говорить. Оппозиция в очередной раз деморализована и не знает, что делать, убеждая себя и других в нарастающей долегитимации режима, в наступлении что-то вроде предреволюционной ситуации и прочее. То есть идет такой сильнейший дисбаланс в обществе, особенно в социальных сетях. С моей точки зрения, смысл последних событий заключается, конечно, прежде всего в стремлении путиновского режима законодательно закрепить те изменения, которые происходили на протяжении последних 20 лет. То есть законодательно обеспечить законодательное оформление административного произвола или полного суверенитета власти по отношению к обществу. Превращение, собственно, вот те поправки, которые внесены в текст Конституции, это не просто изменение законодательства, это обеспечение и обеспечение репрессивной политики по отношению к оппозиции и гражданскому обществу. Потому что если раньше, скажем, можно было критиковать присоединение Крыма, то сегодня это становится уже уголовным преступлением. Выражение мнения, оно будет интерпретироваться как экстремизм и, соответственно, как призывы к нарушению территориальной целостности и так далее. То же самое, скажем, введение Бога и другие поправки, они становятся основанием для уголовного преследования несогласных. Само по себе внесение 206 поправок, оно разрушает смысл первых двух статей Конституции, которые сохраняют самое главное. А сам порядок голосования, он не вписывается и противоречит прежней Конституции. В результате возникает такая масса внутренних противоречий, которые, в свою очередь, требуют внесения соответствующих новых законов, поправок, изменения в более чем 100 статей оставшейся Конституции и более 650 поправок в региональные законодательства и уставы. То есть на какой-то момент возникает действительно правовой хаос. Зачем это было нужно? Почему это надо было сделать? Если мы посмотрим на график наших опросов, то мы увидим, что тот ресурс поддержки власти, который вызван был присоединением Крыма, аннексией Крыма и патриотической мобилизацией, вот это вот, он заканчивался, и закончился фактически в 2018 году. после принятия нового закона о пенсионной реформе, повышения пенсионного возраста, что вызвало массовое возмущение и недовольство власти. Это привело к острому недовольству политикой власти, внутренней политикой, усталости от такого состояния милитаризации и недовольству расходов на войну, на вооружение, на расходы на силовые структуры, в ущерб социальной сфере. Ну, пики, вообще говоря, пики одобрения власти, они все приходятся на военные кампании. Если посмотреть, то вот на всем протяжении, то есть больше четверти века, то реформы, вот реформы 90-х годов, вызвали очень тяжелую фрустрацию населения и недовольство властью. Поэтому приход нового авторитарного лидера, он вызвал резкий подъем социальной поддержки. Тем более, что еще раз говорю, что в этот момент заработала рыночная экономика, выросли доходы населения и резко усиливалась распределительная роль государства. Доходы населения вот в период между началом 2000-х годов и осенью 2008 года росли примерно 6-8, а в некоторые годы и 10% в год. То есть население, никогда россияне не жили так хорошо, как в этот период. В стране произошел потребительский бум. И это, собственно, обеспечило поддержку авторитарного режима. Пик приходится, еще раз говорю, пик поддержки власти приходится на период войны с Грузией. Я не знаю, видно, вот курсором я, война с Грузией. Это лето 2008 года, после которого начался экономический кризис и фактически рост экономики прекратился. Поэтому именно между 2010-2011-2012 годом начались массовые протесты, особенно в крупнейших городах, и популярность Путина упала, скажем, популярность поддержки власти в целом упала до минимума. Но аннексия Крыма и такой антизападной пропаганды, она резко подняла этого, но не удержала. После 2008 года, вот после пенсионной реформы, произошел резкий обвал, и общие показатели одобрения, поддержки власти, они пошли вниз. То же самое это отразилось и на отношении одобрения деятельности Путина. Вы видите, что здесь те же самые. Первый пик – это Вторая Чеченская война, такое настроение реванша, потом русско-грузинская война и аннексия Крыма, весь этот пузырь такой патриотической, шовинистической эйфории, он продолжался до 2018 года, после которого все пошло вниз. И это очень важно. Недовольство внутренней политикой, оно очень существенно и очень заметно. Потому, прежде всего, люди недовольны сокращением социальных расходов, расходов на здравоохранение, образование, на развитие социальной инфраструктуры, на фоне той политики, внешней политики, которую проводил Кремль. То есть войны с Украиной, прежде всего, войны в Сирии, помощи в Венесуэле, режима войны в Ливии и прочее. Вот это вызвало падение доверия, причем очень существенно. Вы видите, за два с половиной года доверие к Путину упало с 59% до 25% к настоящему году. И это означает, причем, если вот этот вопрос, это закрытый вопрос, он воспроизводит ситуацию принудительного такого голосования, в том числе и официальной лояльности, он содержит прямой вопрос именно в отношении Путина, то этот вопрос открытый, то есть люди сами называют тех политиков, которым они доверяют. и соответственно вот эта процедура, она фиксирует размывание путиновского ядра поддержки, эрозию доверия к нему. И это очень важный процесс, который многие называют необратимый. Я не думаю так, но факт тот, что нарастающий кризис доверия режим он налицо. И связано это с ухудшением экономической ситуации, потому что если посмотреть, то за последние 12 лет экономика находится в состоянии стагнации. Плюс-минус полпроцента, полтора процента роста, падения это несмотря на сохранение долгое время высоких цен на нефть. Это означает, что та модель экономики сырьевой империи, на которой был выстроен режим путиновский, он исчерпал свои возможности. Начиная примерно с 2009 года после кризиса 2008 года реальные доходы населения сократились по отношению к январю этого года сократились примерно на 11-13 процентов. Это чувствительно, это болезненно, но если бы это произошло обвалом таким резким, то это вызвало, конечно, бы сильную такую острую социальную реакцию, а поскольку это было растянуто во времени, то люди адаптировались к этому, хотя рост недовольства и напряжения он очень заметен. Но поскольку это диффузное раздражение, оппозиция подавлена репрессиями, штрафами, полицейскими мерами, то протестные настроения не канализируются никуда. Они приводят к сужению базы, но не реализуются в каких-то политических открытых действиях. Отдельные вспышки протестов, демонстрации протеста, как летние протесты прошлого года в Москве, в Петербурге или нынешние протесты в Хабаровске, это локальные вспышки. И они в общем пока режим в состоянии нейтрализовать это. Вот поэтому если начавшееся почему так Путин торопился с этими внесениями поправок, то есть изменения всей конструкции государственной. Ну потому что именно все показатели, любые службы прокремлевские, закрытые службы там ФСБ, подчиняющиеся или независимые, они показывали вот рост недовольства, рост социального раздражения. И режим, собственно Путин, Кремль хотели быстрее закрепить новую архитектуру государства. Суть если отвлечься от многочисленных вот этих поправок, которые носят скорее такой популистский или демагогический характер, скрывая главные изменения. А суть изменения сводится к трем четырем пунктам. Первое это, во-первых, отказ от приоритета международного права над российским законодательством. Это чрезвычайно важно. Это значит изоляция от международного давления. Второй момент это ослабление парламентской и судебной власти, подчинение усиления контроля Путина, в смысле президента над ветвями власти. И третий момент это практически ликвидация местного самоуправления, то есть встраивание местного самоуправления в единую вертикаль власти. и все это принципиальные изменения все направлены на то, чтобы обеспечить пожизненное президентство Путина. Возможность переизбрания его многократно еще до 1936 года. Но само по себе вот этот пункт продления он спрятан среди вот этих множества других поправок. Защите русского языка, защите животных, упоминание Бога в Конституции и прочее, прочее. И это важно. То есть это было скрыто, замаскировано все эти изменения, и люди не очень понимали собственно смысл этого. То, что ухудшение наступившей пандемии она резко конечно ухудшила и без того вот это стагнирующее состояние экономики и прочее. Как вы видите, у 42% населения ухудшилось материальное положение. Это прежде всего у людей занятых в малом и среднем бизнесе, в реальном секторе экономики. Не в государственных корпорациях, не в государственном секторе, где ситуация тоже ухудшилась, но не настолько, а в реальном секторе, который в сервисе, в торговле, в малом производстве, в малом бизнесе, который собственно работает на реальные потребности населения. И там ситуация очень плохая. То есть если посмотреть, то происходят задержки зарплаты, сокращение зарплаты и увольнение. Почти четверть населения за время пандемии потеряли работу. И это очень чувствительно. Поэтому люди стараются экономить, сокращают потребности, но ресурсы эти ограничены, что вызывает сильнейшее раздражение и недовольство власти, которое в общем предпринимает все усилия для поддержки и минимизации вреда от вот этого нынешней эпидемии, поддерживают прежде всего крупные корпорации, обеспечивающие собственно кошелек Кремля, а не реальный сектор экономики. поэтому если обратиться вот к более ранним опросам нашим январским, то мы увидим, что конечно люди не понимали, были в недоумении, почему и для чего принимаются такие спешные поправки в Конституции, но даже не понимая этого, большинство относительно и большинство оно выстраивало собственную мотивацию этого. И мотивация это она вполне реальная, то есть в интересах самого Путина, чтобы обеспечить ему пожизненное президентство. 44% говорили, что для совершенствования системы управления государством, а вот 47% именно эту версию понимают. Собирались накануне, когда мы проводили опрос, под влиянием действительно и принуждения, и шантажа, и давления на избирателей, примерно 60% готовы были участвовать в голосовании. Вот на этом графике вы видите, как распределировалась эта готовность голосования. То есть примерно половина здесь заявила, что они будут участвовать в голосовании, но если посмотреть, то большей готовностью голосовать отличались те категории населения, которые зависимы от государства. Это пенсионеры, это рабочие, прежде всего государственных предприятий, и это часть бюрократии, государственной бюрократии, специалисты, служащие и прочее. Напротив предпринимателей, то есть собственно бизнес, молодежь были настроены против этого. и разница здесь особенно среди молодежи была очень сильная. То есть за внесение по праву готовы были проголосовать 10% участников, прежде всего студентов, потому что мы ведем опросы начиная с 18 лет, то есть тех, кто имеет право голоса, а 65% были настроены против. То же самое, но в меньшей степени предприниматели бизнеса и занятые в частном секторе. 25% сказали, что они не будут голосовать. И эта мотивация здесь совершенно понятная, потому что не верят в честность голосования и считают неправильным внесение по праву Конституции, то есть само собственно изменение Конституции. Ну плюс еще вот это очень характерное для типа советского человека отчуждение от политики неучастия. Это представление о том, что от них ничего не зависит. И это очень важное распределение мнений. Потому что власть, режим оказывал сильнейшее давление именно на ту часть избирателей, которые готовы было участвовать в голосовании. А это прежде всего еще раз говорят государственно зависимые категории населения. Работники государственных предприятий, госкорпораций и пенсионеры. А против был именно молодые, более активные, более образованные группы людей, которые понимали последствия этого. Я проскочу, чтобы это самое. Вот потому что именно эти группы, более обладающие большим социальным капиталом, социальными ресурсами, больше информационным кругозором, они понимали последствия этих изменений. И если посмотреть, то они как раз бы вводили свои обоснования, свои аргументы против изменения этого именно на центральный пункт, то есть на обнуление сроков президента, на разрешение Путину бесконечно участвовать в выборах. А при нынешней организации выборов, то есть селекции и отказе в регистрации оппозиционным кандидатам или нежелательным с точки зрения кандидатов давление на избирателя и манипуляции с подсчетом голосов результат вполне понятный и предсказуемый. И вот посмотрите, как распределяются голоса. Неодобрение это именно предприниматели, руководители, специалисты и молодежь. То есть те, кто обладает гораздо более широким кругом кругозором, пониманием ситуации, компетентностью и понимают, к чему это приведет. Напротив, будут поддерживать эти поправки пенсионеры в первую очередь, домохозяйки, неработающие население и прочее. географически это если посмотреть, то это распределяется примерно так. Наиболее протестные голоса, наиболее недовольные режимы представлены именно населением крупнейших городов, мегаполисов, где, собственно, сильнее развита и рыночная экономика, и более высокий уровень компетентности, социальные компетентности, образование и прочее. То есть Москва, Питер, а периферия, ностальгирующая по временам советского социализма, зависимая, бедная, депрессивная, она готова поддержать, собственно, вот те поправки, то есть те меры, которые предлагает Рим. Поэтому накануне вот распределение оно было именно такое. Колоссальный массив вот государственно зависимой такой периферии, он дает некоторое преобладание поддержки путиновских предложений. 52% против 44%. Это этот опрос проводился именно 26-27 июня, то есть просто уже в момент самой процедуры голосования, но накануне собственно первого числа, когда должен быть основной массив. Вы видите, что поддерживают в большей степени это пассивные группы населения прежде всего женщины, а среди женщин здесь надо учитывать возрастной перекос российской структуры населения, то есть преобладание не просто женщин, а пожиловых женщин и соответственно менее образованных в структуре населения. Поэтому женщины как более консервативно настроены, они и готовы поддержать. более старших возрастах, которые готовы привычно голосовать за все, что предлагает власть, против молодых здесь это совершенно очевидно. Ну и соответственно по образованию. чем выше уровень образования, тем сильнее неприятие этих изменений. Но конечно результаты голосования, официально объявленные голосования, они говорят совершенно о другом. 78% поддержавших эти поправки важно подчеркну один момент, что это было голосование пакетом, что нельзя было выбрать одну какую-то часть поправок и их поддержать, как требовала эта Конституция действительно и процедурный порядок изменения Конституции, а можно было только проголосовать за или против в целом. 78% они резко расходятся с нашими данными. По нашим данным явка действительно составила где-то около 65%. За поправки проголосовало где-то 63-65%. Причем это показатель нарастал за время вот такого презента этой компании. А против около 35%. Вот это наши данные опросы. То есть их нельзя впрямую сопоставлять с официальными данными, но все-таки они показывают очень сильное расхождение между цифрами, которые Кремлевская избирательная комиссия показывает и настроениями фиксируем вопросом. Наши электоральные статистики очень известные, скажем, Шпилькин, который анализирует статистическое распределение, указывает, что по его расчетам выявляется 23 миллиона аномальных голосов. размер с его точки зрения фальсификации составляет именно около 30%. Это много. Я не берусь оценивать и вполне соглашаться с этим, потому что не всякая аномальная статистика аномального голосования говорит о фальсификации. есть просто районы, как Дмитрий Орешкин, наш очень известный специалист по выборам, называет их электоральными султанатами, где просто полный контроль населения и соответственно тут не фальсификация, а просто принуждение, шантаж избирателей к определенному выбору. но тем не менее можно говорить о том, что примерно 12-16 миллионов голосов приписано в сторону вот президентских поправок, а у противников отнято примерно 6-7 миллионов голосов. Это не изменяет, еще раз говорю, картины, но делает ее гораздо более реалистичной и более похожей на реальное распределение голосов. Никакого в этом смысле триумфа тут не видно. Но тем не менее мы видим вот именно это демонстрацию лояльности вынужденные или искренне хотя и характерные все-таки не для не для всех не для всех групп населения. Ну в заключение скажу. Это не решает всех проблем вот собственно изменение конституции не решает всех проблем но отодвигает отодвигает возможные изменения на неопределенный срок. Социальное напряжение будет расти протесты будут становиться все более частыми что вызвает на мой взгляд усиление внутренней репрессивной политики и цензуры. Тем более что вообще говоря поправки в законодательство и спешно принимаемые новые законы которые вот уже в последнюю неделю вносятся они дают основания для этого. Соответственно мы будем ждать вот этих проявлений. Важно несколько вещей. То что антизападная риторика в том числе антиамериканская риторика милитаристская риторика на которой держался в очень большой степени держался последние 10 лет режим она перестает работать. Именно потому что ситуация становится все более плохой экономической прежде всего плохой потому что ну как вы видели снижение доходов примерно на четверть в дополнение к тем 11-13 процентов оно ставит очень большую часть людей на ситуацию действительно нищеты и неопределенности существования поэтому та вот пропаганда антизападная которая на которой держался режим насаждение представления что Россия находится в кольце врагов что это осажденная крепость она перестает работать вы видите вот если сопоставить два графика это еще до пандемии до собственно резкого ухудшения то начиная с 18 года резко пошло вниз не просто одобрение путин но еще больше антиамериканские настроения то есть вот это собственно практика поддержания повышенной мобилизации готовности к отпору консолидации вокруг власти ситуации внешней угрозы это перестало работать и это сама по себе пропаганда никуда не делась она она действует но эффект от этого становится все более слабым и напротив нарастает другие совершенно настроения другие тенденции вот на этом я пожалуй кончу потому что время заканчивается